Мир накрывает вторая волна пандемии. Израиль самоизолировался первым, кто на очереди. В Европе фиксируют рекордные показатели, но о карантине даже ни слова. А президент США ждет развития у американцев стадного чувства. Оговорка, которая взорвала интернет. Об этом и не только. В ближайшие 20 минут вы смотрите Мир за неделю. Меня зовут Сергей Гергель. Здравствуйте. Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, пожаловался на нечеловеческие условия содержания и намерен покинуть места не столь отдаленные досрочно. Белоруссия в европейской изоляции. Европарламентарии отказались признавать легитимность избрания Лукашенко. Последний стянул войска к западным границам. Американский смог почувствовали и в Старом Свете. Шлейф от пожаров США пересек Атлантику и добрался до Европы. Европа столкнулась с новой волной коронавируса. Десятки тысяч инфицированных за сутки в Испании. Максимальный показатель за все время пандемии. Но власти локдаун даже не рассматривают. Повторный счет открыт. Израиль стал первой в мире страной, которая ввела снова строгий карантин. Жесткие ограничения действуют с 18 сентября и продлятся как минимум три недели. Жителям ближневосточного государства запретили удаляться от дома больше, чем на километр, за исключением особых случаев. При этом гражданам разрешили ходить на работу, посещать аптеки, магазины, а также парки и детские площадки. Между тем, в мире насчитывает уже практически 31 миллион инфицированных. Большая часть, а это свыше 21 миллиона, выздоровели. Около миллиона так и не справились с вирусом. По-прежнему возглавляют антирейтинг США. Но американцев стремительно догоняют индийцы. И если темпы прироста сохранятся на прежнем уровне, Индия уже через две недели возглавит сомнительное первенство. А на неделе Испания поставила свой абсолютный антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. 13 сентября в этой европейской стране было зарегистрировано больше 27 тысяч инфицированных вирусом нового типа. Это самый большой показатель с начала пандемии. Есть все основания утверждать, что эта страна, как и ряд других в Европе, переживает вполне полноценную вторую волну COVID-19. Мировое научное сообщество ожидает всплеска заболеваемости COVID-19 осенью. И происходящее в Европе и мире как будто подкрепляет эту гипотезу. Причин тому несколько. Начало учебного года, сезон отпусков и сезонный рост острых респираторно-вирусных инфекций. Например, график ВОЗ показывает, что количество инфицированных растет практически во всем мире. Во Франции число выявляемых в сутки новых случаев заболевания уже побило все весенние рекорды. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 17 сентября было зарегистрировано больше 10,5 тысяч новых случаев. В числе антирекордсменов и Испания с 27 тысячами инфицированных коронавирусом за сутки. С середины июля мы наблюдаем прогрессивный прирост, который продолжается уже несколько недель. За последние дни мы заметили увеличение случаев, но ситуация может стабилизироваться. Тем временем в странах ЕС ужесточают масочный режим. Например, за отсутствие маски в общественных местах в Германии нарушителям придется заплатить до 500 евро в зависимости от федеральной земли. В Великобритании 100 фунтов. Муниципальная полиция Испании потребует 100 евро. А в Италии 400 тысяч евро в зависимости от муниципалитета. Кстати, там маски на открытом воздухе обязательны с 18.00 до 6 часов утра. Власти Франции оценили безмасочный режим в 135 евро. Там индивидуальные средства защиты нельзя снимать и в офисах, исключение работники в отдельных кабинетах. Но о жестком локдауне речи не идет. Нам нужно научиться жить с вирусом. Это временная ситуация, поэтому нужно жить дальше, открывать школы, восстанавливать экономику. Но нам также необходимо избегать ситуации, когда системы здравоохранения в отдельных регионах переполняются. Вспышка глобальной пандемии выходит из-под контроля, считает генеральный секретарь ООН. Коронавирус, по мнению Антонио Гутерриша. Угроза номер один для безопасности на планете. COVID-19 – это кризис, не похожий ни на один из всех. Число жертв коронавируса в мире ежедневно растет. Человечество в скором времени может преодолеть рубеж в один миллион смертей из-за COVID-19. Вспышка заболевания стала неконтролируемой. Первая волна пандемии коронавируса еще весной показала, что это серьезные испытания и экзамен на прочность не только для систем здравоохранения, но и экономик. Поэтому эксперты уверены, в этот раз правительства многих стран откажутся от жестких ограничений в пользу спасения экономики и бизнеса. Панацея от COVID-19 в мире пока нет. В гражданский оборот запущен только российский спутник ВИП. Одновременно идет третий этап испытания, а потому говорить об эффективности вакцины наших соседей пока рано. Хотя мы, как никто другой, заинтересованы в успешном завершении всех испытаний. Но произойдет это не раньше декабря, сообщили в Минздраве. А пока весь мир в ожидании выхода эффективной прививки. И я сейчас не только о спутнике ВИП. Есть еще ряд вакцин на завершающем этапе. Дональд Трамп заявил, что американцам в скором времени она вообще не будет нужна, приведя при этом очень сомнительный аргумент. И он, вероятно, исчез намного быстрее с появлением вакцины. Он бы исчез и без нее, Джордж. Но с вакциной будет все-таки намного быстрее. Исчез бы без вакцины? Конечно, через какое-то время. Забрав при этом много жизней. Ну да, без вакцины развелось бы просто стадное чувство. Как в стаде, знаешь. Вот так бы это произошло. Но с вакциной, я думаю, он исчезнет очень быстро. Конечно, Трамп говорил о так называемом коллективном иммунитете. Но оговорка очень позабавила интернет-сообщество. Там же в интервью одному из американских телеканалов 45-й президент заявил, что уже через три недели в США начнется массовая вакцинация населения. А сам препарат будет практически бесплатным. Правда, о какой прививке идет речь глава Белого дома не упомянул. Испытания перспективной вакцины от Астразенека в Штатах пока приостановлены. И по некоторым данным их не возобновят до середины следующей недели. И это в лучшем случае. Возможно, речь идет о собственных разработках. Правительство страны на эти цели направило в общей сложности больше 10 миллиардов долларов. В пятницу на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось сообщение, что биотехнологическая компания «Модерна», занимающаяся разработкой вакцины, намерена до конца года произвести 20 миллионов доз собственной прививки. А уже к 2021-му нарастить производство до 1 миллиарда доз. Вообще, конфузов с Дональдом Трампом на этой неделе было предостаточно. Ну а пока вернемся к коронавирусу. На минувшей неделе хозяин овального кабинета делал одно сенсационное заявление за другим. Так, к примеру, Трамп опять же в телеэфире продемонстрировал новый высокоточный тест на COVID-19, выявляющий вирус за 15 минут. Вынув из пиджака небольшой кусочек картона с тестовой полоской, американский лидер отметил, что, несмотря на незамысловатый внешний вид, данная разработка дает точный и быстрый результат. Люди смогут хранить их у себя и проверяться, хотя лучше, конечно, пойти к врачу. Но он очень простой в использовании и очень точный. Между тем, ученые Питтбургского университета США заявляют, что нашли действенный способ полностью нейтрализовать COVID-19. Исследователи обнаружили белковое соединение, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Это увеличивает способность к диффузии в клетках, что положительно сказывается на эффективности против коронавируса. Был создан препарат AB8. Согласно результатам исследований, даже его минимальные дозировки уменьшали количество вирусных частиц у лабораторных животных в 10 раз. Американские СМИ обвинили Тегеран в подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс. Одно из изданий со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что дипломатам могут попытаться устранить в ответ на убийство командующего силами специального назначения Аль-Кутс Корпуса Стражи Исламской Революции Касима Сулеймани. По имеющимся сведениям, покушения якобы готовят еще с весны, но детали стали известны совсем недавно. К чему мишенью выбрана именно Лана Маркс, спецслужбы не знают, но предполагают, что это может быть связано с дружескими отношениями посла и президента Дональда Трампа. При этом отмечается, покушение на дипломата – это лишь один из возможных вариантов ответа Тегерана. Естественно, никаких доказательств никто не приводит, все на уровне слухов и доводов. Тем не менее, публикация вызвала очень сильную реакцию в Белом доме. Дональд Трамп сделал предупреждение Ирану в свойственной для него манере через Твиттер. Любое нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз мощнее по своей магнитуде. Однако на следующий день риторика 45-го президента кардинально поменялась. Дональд Трамп заявил, что готов заключить с Ираном очень справедливую сделку, направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. И даже назвал примерные сроки – через неделю или месяц после выборов президента США. И, конечно, только в том случае, если Трамп победит в электоральной кампании. Западные рубежи Беларуси усилены, однако отношения с Европой испорчены. Тикток и Вичат под запретом, но не сдаются. И Андерс Бреевик хочет на свободу и готов засудить власти Норвегии. Об этом не только в нашем традиционном обзоре. Коротко. Европарламент определил окончание срока президентства Александра Лукашенко. Депутаты ЕС приняли резолюцию, в которой говорится, что главу Беларуси перестанут считать официальным президентом с 5 ноября. В этот день заканчивается его пятый срок. Сам Лукашенко, комментируя решение Европарламента, заявил, что Беларусь не нуждается в признании законности итогов прошедшей электоральной кампании и другими странами. И в ответ на призыв законодательного органа ЕС ввести жесткие санкции против представителей власти Беларуси усилил военный контингент на госрубежах. Отметим, все пограничные переходы работают в штатном режиме. Ни о каком закрытии, по крайней мере, пока речь не идет. Ситуация внутри страны стала спокойнее. Митинги хоть и проходят, но уже не так масштабно. Однако силовики продолжают задержание. Интересный факт. ЕС уже во второй раз пытается ввести санкции в отношении Минска, но их постоянно блокирует Кипр. В Некосе и таким образом пытаются добиться от Брюсселя подобных мер и в отношении Анкары. Так или иначе, пока разногласия в Евросоюзе играют на руку Лукашенко. В начале недели стало известно, что ByteDance отказалась продавать алгоритм работы своего приложения американскому технологическому гиганту Microsoft. Но договорилась другой IT-компании Oracle. Последняя должна стать технологическим партнером TikTok в Штатах и получить миноритарный пакет акций компании. Таким образом, ByteDance сохранит за собой контроль над американским бизнесом в рамках соглашения с Oracle. Китайский разработчик сервиса предлагал выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance. В администрации президента практически сразу дали понять, что такая сделка Белый дом не устраивает. А день спустя заявили, что с 20 сентября вводят запрет на скачивание на территории страны приложений китайских разработчиков WeChat и TikTok. Однако накануне Трамп одобрил сделку ByteDance и Oracle подчеркнув, что ее условия решают проблемы национальной безопасности США. Новая совместная компания будет базироваться в Техасе. Алексей Навальный заново учится практически всему. С этой недели оппозиционный политик выкладывает посты в Инстаграм. По его словам, остается много проблем. Однако врачи решили главную и превратили его из технически живого человека в того, кто сможет быстро листать ленту в соцсети и без размышлений понимать, где ставить лайки. Навальный рассказал, как идет реабилитация, пояснив, что еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Даже свое отчаяние, по его словам, не мог выразить, а потому просто молчал. Между тем, Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал правительствам стран-участниц ужесточить санкции против России из-за произошедшего с оппозиционером и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Брюссель также постановил провести международное расследование обстоятельств происшествия. Тем не менее, все запросы Москвы о предоставлении сведений по проведенным исследованиям Европа оставляет без ответа. В Кремле называют происходящее абсурдом и заявляют о том, что российские следователи весьма ограничены в возможностях расследования инцидента из-за позиции ЕС. Палата представителей Японии в среду официально избрала Юсихиды Суга новым премьер-министром. Он стал первым главой правительства за последние 8 лет. Его предшественник Синзо Абе подал в отставку по состоянию здоровья. Ранее правящая в стране либерально-демократическая партия избрала 71-летнего Сугу своим новым лидером. Уже тогда стало понятно, что именно он сменит на посту Абе и, вероятнее всего, продолжит его политику. Выступая перед депутатами, Суга обозначил свои приоритеты. В первую очередь, это борьба с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Также он обещал реализовать многие программы бывшего премьера, включая его фирменную экономическую стратегию Абеномика. Пробудет Юсихиды Суга на посту главы Кабмина как минимум в течение оставшегося срока полномочия Абе, то есть до сентября 2021 года. Андерс Брейвик, убивший в 2011 году в Норвегии 77 человек, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Таким правом он воспользовался согласно законодательству этой скандинавской страны, отсидев положенные 8 лет из более чем 20. Кроме того, Брейвик намерен судиться с властями, так как, по его мнению, содержание в одиночной камере нарушает его права. В 2015-м террорист уже обращался в апелляционный суд с жалобой на бесчеловечные условия, но тогда его прошение отклонили. Также в 2018-м поступили и в Европейском суде по правам человека. Отметим, находясь в заключении, Андерс Брейвик успел поменять имя. Теперь он официально Фьотольф Хансен. Штаты во власти стихии. С одной стороны буйство водное, с другой огненное. Дым от лесных пожаров в США уже достиг северной Европы. В самих штатах положение критическое. Огонь не могут ликвидировать. Десятки людей погибли и пропали без вести. Катастрофично и опасно синоптики предупреждали сразу. В ночь на четверг Салли достиг берегов южных штатов, круша и сметая все на своем пути. Уже в первые четыре часа улицы городов превратились в полноводные реки. Машины практически неуправляемые корабли. Передвигаться по дорогам можно было только вплавь. Сотни домов разрушены, как карточные домики. Жители Алабамы до сих пор не могут прийти в себя от шока. Я пережила немало торнадо, но этот худший из всего, что я видела. Я думала только о том, как бы уцелеть. Дом просто ходил ходуном и временами казалось, что это никогда не закончится. Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении. От мощнейшего урагана пострадали жители четырех штатов. Сильнее всего во Флориде и Алабаме. Без электричества остались больше полумиллиона человек. Тем, кто лишился крова, обещали помочь. Так в это время выглядели улицы Малалы в Орегоне. Все вокруг буквально засыпано пеплом от лесных пожаров. Около миллиона людей эвакуировали, но возвращаться им уже некуда. Их дома выжжены. Погибших десятки. Апокалиптическая сцена из уничтоженных кварталов растянулась на многие мили вперед. Шинан Пэтнер борется с огнем около 20 лет. Ее супруг тоже. Никогда еще признаются спасатели. Они не видели ничего страшнее. В Калифорнии лесные пожары уничтожили больше трех миллионов акров земли, побив рекорды прошлых лет. Это все происходит рядом с моим домом. Это наш задний двор. По соседству жили друзья. Их сейчас эвакуировали. Неподалеку департаменты, которым мы оказывали взаимопомощь, огонь уничтожил и пожарные депо, и машины. Здесь все изменилось за последние дни. Боюсь, что скоро мы не узнаем этих мест. По последним данным, погибших больше 30. Среди них немало тех, кто помогал тушить пожары. Открытых очагов десятки в их ликвидации задействованы тысячи спасателей. Сотни рискуют жизнями добровольно. В основном тех, чьим домам подбирается огонь. Пострадавших в Штатах сейчас ждут федеральной помощи. Без нее им не справиться. Вчера вечером мы узнали, что наша федеральная декларация о чрезвычайном положении была одобрена. Это хорошие новости. Это принесет столь необходимую Орегону федеральную помощь, включая дополнительные средства пожаротушения, проведение поисково-спасательных операций и помощь с временным жильем для эвакуированных. В причинах пожаров еще предстоит разобраться. Но Дональд Трамп уверен, виной всему разгильдяйство губернаторов. Вы не убираете опавшую листву. И так год за годом, слой за слоем. И тут достаточно искры, чтобы все заполыхало. Местное руководство должно внимательнее относиться к своим обязанностям. В Европе же справляются. Ничего подобного там не происходит. Однако ученые не согласны возгоранию в лесах. По их мнению, прямое следствие перемены климата. То, о чем говорит Трамп, это монокультура и промышленные леса. И они не имеют ничего общего друг с другом. Они находятся в разных климатических зонах. Я имею в виду, что в Норвегии идут дожди и снег. Мы живем в засушливых зонах с высокой степенью воспламенения. В словах Трампа лишь доля правды. А между тем, задыхаются от смога уже не только в Штатах, но и в соседней Канаде. Гарью дышат и за океаном в странах Северной Европы за 8 тысяч километров от места воспламенения лесов. Метеослужбы подтверждают выбросы углерода в результате пожаров в Калифорнии и Орегоне. В этом году оказались наибольшими за последние 20 лет. Надо сказать, что разгильдяи, по мнению Трампа, это как раз губернаторы-демократы. Именно они, по его убеждению, управляют неэффективно. Его заявления разожгли новый костер предвыборной борьбы, в которой сейчас лидирует кандидат от демократов. Назвав Дональда Трампа климатическим поджигателем, Джо Байден предостерег избирателей от необдуманного, по его словам, выбора. Если за год правления Трампа сожгли столько дров, то что будет через 4 года, если кандидат от республиканцев пройдет на второй срок? Если вы дадите отрицателю климата еще 4 года в Белом доме, не удивляйтесь, если большая часть Америки окажется под водой. Нам нужен президент, уважающий науку, понимающий, что ущерб от изменения климата уже нанесен. Если мы не предпримем срочных действий, ситуация скоро станет еще более катастрофичной. Чем ближе выборы в США, тем больше интрига. Шаманы в Перу на этой неделе заглянули в будущее, чтобы с помощью магии колдовства определить, кто же станет победителем, Трамп или Байден. За ответом прорицатели обратились к духам, но, как ни странно, ответы не сошлись. Джо Байден победит. Для этого у него есть все данные, поэтому мы очищаем его. Ведь звезды уже над ним, а не над Дональдом Трампом. Мы видим, что на него нападают колдуны с помощью черной куклы Вуду. Бросают на него тень, чтобы вывести из борьбы. Наша задача – расчистить ему путь. Сегодня мы провели ритуал, чтобы послать добрые флюиды и положительную энергию Дональду Трампу. Он их заслуживает. Мы сторонники этого господина, и он выйдет победителем. А вот Дональду Трампу такие помощники, кажется, не нужны. Прибыв в пострадавшую от пожара в Калифорнию, он сразу дал понять. Ему лучше, чем шаманам или, например, ученым, известно, когда же закончатся пожары. Он продемонстрировал это в беседе с Уэйдом Круфутом, секретарем штата по природным ресурсам. Но не стоит слепо доверять науке. У нас этим летом резко повысились температуры. Вы, возможно, слышали уже, что мы разорвали мировой рекорд в долине смерти – 130 градусов. И мы видим, что эта тенденция к потеплению делает наше лето теплее. Мы хотим работать с вами, чтобы действительно признать изменение климата и его значение для наших лесов. И на самом деле работать вместе с этой наукой. Эта наука будет ключевой. Ну, я не думаю, что наука на самом деле знает. Кстати, в преддверии выборов неизвестные предприняли попытку отравить Трампа. В посылке, направленной на имя президента США, американские правоохранители нашли сильнодействующий яд Рицин. Он не попал в руки адресата, поскольку всю почту, которая поступает в Белый дом, перед доставкой проверяют вне резиденции главы государства ФБР и секретная служба США, охраняющая Трампа. Начали расследование. Правоохранители проверяют информацию о том, что посылка с ящиком пришла из Канады. На этом ставлю точку. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова